Ну, что касается первого вопроса по падению рейтингов, то есть у нас как бы совершенно иная информация по другому поводу. У вас другая в связи с вашей компанией или все радиостанции? Вообще в сфере, в сфере радио, ну, как бы, крайне постоянно, во-первых, да, очень постоянный сегмент, в принципе, то есть мы берем такую и... Во-первых, начну с того, что мы, как бы, для нас вообще рабочие материалы, да, наоборот, очень важны любые рейтинги, которые мы имеем возможность видеть, мы их не только так по возможности получаем, мы специально и сами делаем, сами считаем, нанимаем компании, нанимаем большие федеральные компании, которые делают нам рейтинги по заказу нашими, чтобы видеть поиск ситуацию, как она встает, чтобы действовать на рынке. То есть мы, исходя из этих данных, только и продолжаем действовать. Что касается, что касается именно политических вещей, да, вот, знаешь, тут, как бы, акцент на это сделать в большинстве, мы вообще крайне аккуратно с этим работаем, точнее сказать, до определенного периода мы вообще с этим не работали, мы не рассматривали вообще весь политический рынок как таковой. Даже если были предложения? Да, предложений было достаточно, потому что мы находились достаточно высоко в рейтинге, и мы понимали, что предложения в любом случае будут, мы не работали. То есть вы отказывались от денег? Да. Мы отказывались от денег с аэропарта? Да, да. Поясню почему. Потому что в нашем случае, ну как бы, мы тоже конкурируем на очень серьезном рынке, то есть на рынке находятся порядка 25 радиостанций сейчас в Иркутске, порядка 25 радиостанций. Нам приходится конкурировать в большей степени с федеральными станциями, со станциями, которые входят в крупнейшие холдинги, которыми принадлежат государству, о чем сказал Иркутск, понятно, что все эти холдинги, откуда там, многих раз все понятно, да, кем они финансируются и какие цели ставят. Поэтому стратегия государства читается такая же и в радиорынке, абсолютно, что местные локальные радиостанции не нужны. Лицензию получить практически нереально, чтобы вещать в какой-то местной региональной станции в городе. Тем более, если вдруг, как правило, радиостанции, конечно, они есть везде, местные локальные региональные станции, но они, как правило, очень-очень-очень слабые, очень слабые. Потому что совершенно другие денежные потоки, совершенно другое производство, потому что продакшн для радио это тоже вещь недешевая, светлевидение на порядком дороже, то у нас тоже хорошо, продакшн это тоже вещи абсолютно недешевые, производство, то есть для радиостанции. Почему мы стратегически отказывались полностью от политических денег и почему с ними не работали? Потому что мы продаем уши, у нас другого товара нет. Мы приходим к обладателю, показываем данные и говорим, что у нас на сегодняшний день 80 тысяч слушателей ежедневно, это Рич Дейли у нас такой показатель. Соответственно, мы прекрасно понимаем, что на кнопке пульта управления станционного, у человека, кто смотрит телевизор, или в автомобиле, перед тобой весь спектр 25 радиостанций, ему 5 или 7 как минимум, потому что 5 кнопок умеет место быть, да. Ну, в колоках, у меня 10. Я так навигнул. Ну, в смысле, мы прекрасно понимаем, что одна секунда для того, чтобы переключиться на другую радиостанцию. Поэтому и конкуренты на рынке очень серьезные, потому что мы, допустим, на сегодняшний день насчитываем 7 лет существования нашей радиостанции. Это не очень большая продолжительность существования региональной станции, потому что существует еще психология восприятия. Когда вы делаете определенные рейтинги, задаете вопрос, например, человеку, какую радиостанцию вы слушаете. Радиостанция, первая коммерческая радиостанция России, как Европа Плюс, она находится в сознании. Продолжительность времени значительно больше. И поэтому в этой клетке головного мозга у человека автоматически возникает ответ. Поэтому нам тут, кстати, значительно тяжелее, потому что, когда вы задаете вопрос, тут срабатывает психология ответа. И когда человек припоминает, что он смотрел или слушал, он может... Ну, то есть, вот я вот смотрел подани... Да, почему я вот тут подержу вам напишу, в какой-то степени. Они все равно, конечно, нам очень важны. Допустим, все скандинавы ушли уже на электронные опросы. То есть, они пользуются мобильными приложениями, там есть такие специальные аппаратики. И почему? Потому что человек живое существо. Он, конечно, припоминает, что ему хочется, что ему нравится. Если он фанат какой-то определенной радиостанции или какого-то определенного телеканала, он автоматически постоянно припоминает только его. Хотя он мог находиться в зоне другой абсолютно. Он сел в такси утром, поехал в такси. Он не вспомнит никогда, что таксист слушал другую радиостанцию. Он вспомнит свою, которая ему нравится. Ну, вот и о нюансах, да? И так продолжается. Кафе, рестораны, офис, соседка. И оказалось, что когда... Почему сейчас цифровой такой бум в Европе? Именно цифровые замеры, а не опросы. Потому что они начали показывать другие результаты. Просто-напросто. Они стали разниться с тем, что человек реально отвечает. И с тем, что он реально слушает. В какой зоне, в какой он находится, так тоже, в радиостанции. Поэтому рано или поздно, когда у нас будут бюджеты позволять, я думаю, такие опросы проводить. То есть, сейчас мы работаем с Гайлок Медиа, ТНС. Они... Для них это дорого. Они говорят, мы не можем сейчас себе позволить. Соответственно, в Иркутске сделать такие опросы. Это чип, который вставляется... Это чип. Это либо пейджер раньше, либо просто мобильное приложение, которое считывается. Но для этого все радиостанции должны зашить определенный сигнал. То есть, они зашивают сигнал, свой код. И твое мобильное приложение ловит, соответственно, автоматически. Ты ничего не делаешь. Ты просто ходишь с телефона, в конце дня выгрузка осуществляется. Каждый день они видят реальную ситуацию. То есть, можно каждый день мониторить вообще, как менять ситуацию. Каждый час, по сути, в зависимости от того... А примерно как это дорого? Я не могу сказать, надо уточнять. Я был на конференции последней. В Амстердаме были компании, которая занимается такими опросами. Они сейчас... Казахстан активно, кстати, ее окучивают. Говорят, что рано и поздно Россия тоже в каком-то объеме. Ну, то есть, все зависит от денег и компании, которые... Деньги, конечно. Это первый нюанс, да? Вот о чем я сказал. Второе, чтобы закончить... Закончить, чтобы... Ну, Скандинаву уже нашли, и оттуда все идет. Ну, в принципе, чтобы понять вообще по радиорынку... У нас сейчас такая называется... Мы его называем золотое... Золотое время радио. Для нас оно. Потому что радио до определенного момента, до настоящего времени, не было никогда так популярно. И впредь не будет уже так популярно никогда. Можно я добавлю? Да. Радио стало конкурентом телевидению очень сильно последние три года, наверное. Да, наверное. Очень сильно. Я объясню почему. Во-первых, у радио очень небольшие затраты. Да. Купили оборудование, на то время 50-70 тысяч долларов, и запустились в фирму. И получают деньги. Я был рекламодателем вашим большим. Соответственно, знаю, что те деньги, которые мы отдали всем, они срабатывают быстрее, больше... Оборачиваются. Да. За меньшие деньги мы получаем больше рекламных продуктов. А телевидение очень дорогая реклама. То есть, видите, на нас просто такая ситуация сложилась. Мы не виноваты, что машин стало больше. Мы не виноваты, что пробок стало больше. Мы оказались заложником обстоятельств. Просто утром люди добираются на работу 40 минут автоматически. Вечером они едут 40 минут. А почему в будущем этого вы не делаете? Объясню. Потому что все крупные автоконцерны на сегодняшний день уже работают в совершенно другой стратегическом направлении. На сегодняшний день автомобили, допустим, Tesla или BMW i8, новые автомобили, в них уже нет радиоприемника. В них он отсутствует. В них есть просто две кнопки лайк и дизлайк. То есть, тебе автоматически... Да, предысторию расскажут. То есть, на сегодняшний день 60% радиорынка американского убито. 60% американского радиорынка лидеров в мире практически. Оно разорено. Обычные чуваки и парни придумали мобильное приложение. Называется оно Pandora в Америке. Ты скачешься в мобильное приложение. Тебе включается какая-то музыкальная композиция. Ты говоришь, нравится. Компьютер тебе автоматически подбирает тысячу таких же музыкальных произведений. Понимая, что это примерно твой музыкальный вкус. Время от времени он тебе подкидывает другие какие-то. Ты голосуешь и таким образом... Сейчас по такому принципу построено много. Яндекс музыка. На сегодняшний день это называется стриминговая система. Она автоматически подбирает на твой вкус сама музыкальный плейлист. Соответственно, американцам так понравилась система. Классно. Рекламы нет. Я слушаю музыку. И музыкальный плейлист уникальный получается. Я люблю Чайковского, Михаила Круга и диджея Тьеста. У меня, условно говоря, примерно такой же набор. Все смеялись первоначально над этим приложением. Но когда рынок рухнул, они, естественно, подумали, что это, наверное, что-то в этом есть. Это приложение называется Pandora. В Европе, Скандинавии. Подождите секундочку. Спрос уничтожил. Ну, не то, что уничтожил. Пострадал рынок очень сильно. Сейчас он тоже вравнивается. На 60 процентов такая цифра фигурирует, что одно мобильное приложение в США уничтожило 60 процентов, так скажем, финансовых вливаний в финансовое время. Ну, а если я люблю слушать новости, там какие-нибудь. Особенно, если я расскажу. Расскажу, как это действует сейчас. Не жили меня лишат. На сегодняшний день компания Spotify, это тоже конкурент Pandora, они скандинавы. Норвегия, Финляндия, Швеция. Они придумали, они пошли дальше. Они создали такое же мобильное приложение. Но только теперь я могу выбрать еще и контент определенной радиостанции. Вы можете выбрать Вести, Маяка, утреннее шоу радио МСМ, а вечернее шоу радио Датчик. То есть, таким образом, сегодня у них такое персонализированное радио получается. Я слушаю музыку, которую я люблю. Новости, которые мне нравятся. А развлекательный контент совершенно с другой радиостанцией. В принципе, так сейчас рисуется радио будущего. То есть, если мы говорим о том, как это будет, примерно концепция будет такова. Поэтому, и мы говорим, что вот то, что мы сейчас имеем с аналогами в радиостанциях, это, так скажем, наш век подходит к своему завершению. Так же, как с каналами с аналогами. Ну, вот я только хотел сказать. Вот я слушаю Яндекс музыку. Вот оно убивает радиостанцию. Принцип тот же самый. То есть, Яндекс музыка вы покупаете со 160 рублей какого-то там, допустим. И есть интересное еще приложение в интернете, радиостанция всего мира. Знаете, там прямо нажимаешь, из Иркутска, кстати, М7 есть. Ну, там три, по-моему, радиостанции. А где же будут все-таки радиостанции-то в этой новой системе? Ну, вот они будут вшиты. Соответственно, вшиты. То есть, вы будете вшиты и никаких проблем, да? Это мы будем вшиты и никаких проблем? Нет, конечно, проблемы есть. А партия будут где? Вот вопрос. Здесь существует масса вопросов, но так как это только перспектива отдаленная, и мы понимаем, что Tesla и BMW, через сколько лет это придет в Иркутск? Ну, я думаю, что мы за наш век пока не переживали. Через сколько? Европейцы реально говорят, что через... Просто мы вот... Три года назад, когда появились мобильные приложения, ну, то есть, сегодняшний, сегодня у нас есть вот, допустим, мы нажимаем, и радио М7 появляется как мобильное приложение. Я мобильное приложение и слушаю музыку здесь, в том же мобильном приложении. Три года назад, когда стартовала, по сути, такая мода на мобильные приложения, три процента слушателей на старте находилось в сети. Нас слушало три процента. На сегодняшний день в Иркутске, я подчеркиваю, в Иркутске радио М7 в сети слушает двадцать пять процентов. Каждый четвертый наш слушатель сегодня уже находится не здесь. Мы называем это поколение... Да, мы называем это поколение Head Down, HD поколение его называют. То есть, они живут головой вниз. Они не находятся в реальности, они находятся все там. Соответственно, мировая статистика на сегодня уже порядка 30-33 процентов людей, и слушатели, все аудитории слушают радио в смартфоне. Это те самые комячки? Ну, как сказать комячки? Сегодня этот порог-то все расширяется и расширяется, потому что мы знаем по количеству смартфонов сколько существует сейчас. Большое количество автоконцертов. Короче, все автоконцерты поделились. Работают этот концерт карами. Самое перспективное направление, что автомобиль будущего будет ездить без твоего участия. Ну, вероятнее всего. Поэтому автомобиль будущего это ивент, это развлечение. Сейчас основная задача не техника, не как развлекать человека, пока он едет в своем автомобиле. Пока он стоит в пробку. Да, пока он стоит в пробку. То есть, автомобиль это средство развлечения. Сейчас говорят, это ивент-кар. Вот так называют его в будущем, типа развлекательный автомобиль. Соответственно, самое перспективное направление, что ваш смартфон просто будет транслироваться на вашу торпеду. Что есть у вас в телефоне, те приложения, которыми вы пользуетесь. Значит, они вам нужны. Они просто-напросто, вы сели в машину, она поехала, у вас появился смартфон. Да, у вас появился прямо смартфон. Если вы читали фейсбук, вы продолжаете его читать дальше. Если вы слушали музыку на радиостанции, продолжаете ее слушать на радиостанции и там же. У вас к будущему есть какая-то настороженность, опасение? Ну, я еще раз поясню, так как я планирую жить здесь, я не очень переживаю по этому поводу. Я прекрасно понимаю, что с нашими автомобилями, с нашим автопарком и даже с перспективами какими-то гнетущими, я понимаю, что наш автопарк обновится не очень скоро. До пенсии хватит. Да, до пенсии хватит. Понятное дело, что у нас сейчас первое направление. Мы, естественно, пытаемся так же, как Валеричин сказал, что мы пытаемся быть в сети. Потому что каждый четвертый слушатель, вы сами понимаете, какой объем. Мы не ожидали, три года назад ни один человек, работающий в радиоиндустрии, не мог предположить, что 25% за три года мы превратили. Каждый четвертый стал слушать нас там. Соответственно, пакеты у всех операторов становятся дешевле, интернет дешевее, скорость увеличивается. Все, то есть все превращается в то, что это будет 50. Да. Исология, вроде, иношотнула очень сильно. Я уже был в Австрии недавно, да, я обнаружил там вот эту штуку. Откроем СИЗО. В МСМ. Это в любом месте мира можно слушать. И самое интересное, что здесь же все радиостанции, любые радиостанции. Да, да, да. Любая радиостанция цифрового варианта, да. Просто нажимаешь кнопку и попадаешь на какую-то другую страну. То, что ты хочешь, да. Ну и на сегодняшний день тоже, видите, так как все рейтинги настроены на припоминание сегодняшнем, сегодняшнем. Мы понимаем, мы привозим коучеров, тренеров, которые нас учат. Немец недавно был крупный менеджер сети немецких радиостанций. На сегодняшний день радиостанция активно заниматься должна своим продвижением. То есть промо-радиостанции – это одна из наших основных, так скажем, задач, чтобы оказаться там и чтобы человек к нам пришел. То есть мы ставим, мы тратим на это, наверное, основные наши деньги на сегодняшний день. Это продвижение радиостанции и перемещение питу слушателей в сторону пива, ну то есть слушателей, которые находятся рядом с нашим ядром, чтобы они приходили к нам. Ну то есть масса рычагов. То есть мы после концертов раздаем флэра там, послушаем концерт после концерта, продолжаем, чтобы они настроились в нашу станцию. Мы делаем большие фестивали. Вот 20 мая мы там привозим певицу Максим и делаем огромный фестиваль у модного квартала. Он порядка на 10 тысяч человек рассчитан. Бюджет там фестиваля полтора миллиона – это наши деньги. Мы тратим их и понимаем, что они нам принесут абсолютно то, на что мы рассчитываем. А мы в случае в том, что программируем, собственно, им помогаем. Конечно, мы всегда работаем вместе. Я не сказал, 18 мая приезжает одна из самых популярных групп корейских. Корейские, да? Да. Самая крутая группа. Мы будем снимать. Ага. Ну и в завершении понятно, что вот исходя из бюджетов, которые мы на сегодняшний день, которые мы можем, там скажем, на которые мы, которые мы получаем сегодня, да, исходя из тех финансовых, из денег, которые поступают к нам как реклама, то есть мы сегодня, ну так скажем, находимся, наверное, в одном из самых выигрышных, в одной из самых выигрышных ситуаций, я не буду говорить со всех, ну, как бы у каждого, наверное, свое, но у нас действительно все достаточно в этом отношении хорошо. Таким образом даже, что мы спокойно можем отказываться от политических денег, потому что мы часто, мы подчас понимаем, что любая программа с любым политиком, мы тестируем фокус-группы, мы показываем это тем слушателям, которые перед тем, как выпустить эфир, и мы понимаем, что мы потеряем слушателя, нам это абсолютно не выгодно с точки зрения коммерческих компаний, с которыми мы работаем. А так как рынок, с которым мы работаем, ну, как бы, он нас целиком полностью устраивает, и мы понимаем, что мы больше не вместим, у нас есть... Зритель может это расценить, что вы ему навязываете, слушатель, навязываете ему некий такой продукт, к которому у него есть отражение, да? Конечно. А может быть и так, может быть ваш зритель, вы же знаете там профиль вашего слушателя, и может быть ваш слушатель, он как раз там, не знаю, к тому же Навальному, допустим, симпатичен, да? И вам бы наоборот это добавило. Я понимаю, ну, вот я объясню сейчас, допустим, у нас есть такая премия наша радиомания федеральная, мы получили однажды ее за наш прогноз погоды, который мы проявили уникальный. Вот в том году, в 16-м, мы были номинированы, в шот-лист вошли с нашими новостями «Топ Яндекс», которые мы выдаем в эфире. Это тоже достаточно понятный вроде контент, но никто до этого момента не делал этого в России. То есть мы, получается, с компанией «Яндекс» попросили от них, чтобы они каждый день представляли нам статистику о том, чем интересуются иркутяне, какие запросы они делали за вчерашний день. Ну, телеканалы-то практикуют все это. Оказалось, что по «Рокутику» это вообще непростая система, то есть для того, чтобы кому-то организовать в городе, ну, то есть нам пришлось очень много потратить ресурсы, чтобы получить эту информацию от них. Они выделили отдельного человека, он все равно из Сибирска, и он нам поставлял эту информацию уже дневно. В сегодняшний день они разработали специальный ресурс «Яндекс», причем они постоянно расширяют запросы с музыкой. Какая песня, мы даже знаем, вчера в городе скачивалась больше всего. Потому что мы должны быть актуальны. Мы не можем говорить о другом, не о том, что интересует сегодня жителей. Если Иркутск сегодня говорит о какой-то вещи, его интересует эта вещь, мы, какая бы она ни была, мы будем говорить сегодня об этом. Потому что наша зона интереса должна находиться в зоне интереса нашего слушателя. Это наша тоже основная задача. Поэтому тоже без этого абсолютно мы никуда. Ну, вот я про политические всякие вещи. И, конечно, у нас есть и новости. Вот этот «Топ Яндекс», который мы выдаем ежедневно, там, пятерка популярных запросов, там бывают, конечно, некомичные вещи. И какие грибы собирать, и как солить варенье. Но исходя из этого мы находимся в зоне интересов. То есть наши вот эти новости, они в федеральном уровне вышли на… Ну, федералы нас оценили, и сейчас их хотят завести к себе. Ну, то есть мы являемся такой базой подопытной. Они видят, что у нас получается. Начинают себе копировать тоже. Потому что, ну, им это тоже интересно. Ну, да. И вот этот контент, который мы производим на сегодняшний день, типа там «Яндекса», он оказался очень востребованный. Ну, вот мы в нем видим всплески интересов. Бывают какие-то политические вещи. Мы тоже не можем об этом не говорить. Мы вынуждены это тоже выдавать. Но когда к нам приходит заказчик, то мы понимаем, что для нас важнее. Либо это надо подавать так, что это никто не… Понимаете, чаще всего политические… Вот я, сколько мы контактировали очень часто с такими заказчиками, Мое ощущение, что они очень прямолинейные и очень сложно. Мы им объясняем, что это мы не можем ни под каким соусом. И никакие деньги в этом случае нас интересны, потому что мы понимаем, что мы потеряем больше, чем приобретем. Нам это неинтересно. Поэтому, ну, как бы мы не в той ситуации вроде находимся, чтобы там… Нормально будет. Будет, приедет. А у вас будет как-то присутствовать? Ну, они при службе общаются с нами по этому поводу. Не исключено, если это все возможно. Мы же независимы. Ну, как, условно, понимаете. В любой момент, конечно, мы же понимаем, что ситуация может… Поэтому коммерческий рынок, он для нас более интересен, нежели политический. Тем более политический он временный, а коммерческий он более длительный. То есть, понятно, что этот период можно… Есть какие-то веки какие-то вопросы? Иван, а какие-то новые передачи планируются? У нас не то, что планируются. Мы же постоянно все изменяем. То есть, мы не можем существовать с каким-то набором передач, которые существуют. Они все время меняются. Действительно, запросы. Мы слушаем, мы понимаем, что интересно рынку. И производим продукт, который им интересен. То есть, все формируется по запросу. У нас, наверное, есть еще радио «Радио» в Иркутске, который тоже с головой в Москве. Но у них там специфичная ситуация. Мы знаем, что там другая ситуация. Есть еще «Радио Фрэш», который находится в Ангарске. И они тоже, собственно, программируемые. Но они там пока в районе погрешности. А вот что касается «Русского радио» и других монстров, которые начинали тогда, когда мы делали первые вопросы. Вы вообще с этой тенденцией согласны, что у них падение? Смотрите, по «Русскому радио» вообще ситуация отдельная. Вы знаете, да? В прошлом году «Русское радио» забрало себе государство. Это была коммерческая структура. Государство пожелало его забрать себе. Сказало, что я хочу радиостанцию себе. В лице кого? Какой государственной компании? Через определенную структуру. Ну, да. Через определенную структуру. Своей структурой. Радиостанция силой была изъята, так скажем, в свою собственную пользу. Ну, наверное, выкуплена. Ну, выкуплена, но собственники не считают, что она была выкуплена. То есть им сделали предложение? От которого они не могли отказаться в любом случае, да. Поэтому радиостанция перешла из одного собственника в руки другого собственника. Там был бойкот, ряд российских исполнителей, которые сказали, что мы запрещаем наши песни крутить на «Русском радио». И собственник радиостанции открыл новую радиостанцию, называется «Новая радио», а он запустил свой проект. Куда типа ушло все утреннее шоу и другие там программы, которые были на «Русском радио». Поэтому сейчас у них вообще ситуация очень тяжелая. Хотя они всегда были в лидерах рынка. Они всегда хорошо везде шли, да. Потому что, ну, такой вот… Во-первых, бренд с историей – один из первых. Там есть немножко какой-то националистический душок – «Русское радио». – Ну, нет. – Это работало или нет? – Конечно. Русское – это как бы тренд до сих пор. Это же наоборот такой. – Ну, когда-то моим любимым… – Довольно. – Нет. Они и сейчас в каком-то, видите, еще в любом случае, как бы, формирование, так скажем, музыкального вкуса, оно тоже меняется. Музыкальный вкус в нашем городе, он трансформируется. Мы это видим с учетом того, что мы тестируем музыку, и мы видим, что в какой-то момент у нас была пропорция две песни иностранных на две зарусских, потом у нас было три зарубежных на одну русскую, сегодня у нас четыре зарубежных на одну русскую. То есть мы понимаем примерно пропорцию запросов нашей целевой аудитории, какую она песню, какую она музыку хочет слушать. – Вот здесь и целевая аудитория, мне просто интересно вот такую серию сделать. Что такую радиостанцию больше всего слушает? – Ну, я могу сказать, ну, я по работе должен слушать Вести ФМ, чтобы понимать, что там кремлевские придумывают. Да? Потом, конечно, Ореха Москвы я смотрю в интернете. Конечно, я слушаю… Уже дальше можно продолжать эта работа. – 103.1 – это интересная радиостанция. – Нет, нет, я слушаю по работе, безусловно. – Да, давайте. – Свободу, эхо, и по работе. – Я хочу сказать, я вообще как бы не целевая аудитория по двум причинам, я уже около 15 лет смотрю телевизор, у меня физически, думаю, нет. – Ну, ладно, ничего. – У тебя снова Soет… Я правда каждого. Вы 따라вивал их… … А мне мех bullying…